В Люберецком округе открылся лечебно-реабилитационный центр «Малаховка-Лайф». В клинике доступно амбулаторное и стационарное лечение. Подробности в нашем сюжете. В учреждении принимают на реабилитацию после черепно-мозговых травм, инфарктов, инсультов и других заболеваний. Для пациентов центра доступна транспортировка и санавиация. В целом наша группа компаний объединяет компанию скорой помощи, санитарная авиация. У нас есть два многопрофильных медицинских центра амбулаторно-поликлинических. И, собственно говоря, стояла задача, с учетом наличия достаточно большого количества пациентов, сделать хороший лечебно-реабилитационный центр. В центр можно обратиться за стационарным лечением. Есть специалисты всех специальностей и за амбулаторным, которые включают различные программы реабилитации. Также пациентам предлагают ультразвуковую и функциональную диагностику, сеансы массажа и услуги косметолога. Во главу угла ставим все-таки комплексный подход. Мы это можем делать благодаря тому, что специалисты у нас работают разных специальностей и могут комплексно оценить состояние пациента. Потому что комплексного подхода в последнее время мы, к сожалению, у пациентов не видим. Поэтому это мы стремимся представить у нас. Проходить лечение в клинике могут до 160 человек одновременно. Для этого подготовлены все необходимые условия проживания, а также современное медицинское оборудование и квалифицированный медперсонал. В нем работает более 250 человек. Среди них есть и жители Люберец. Поздравить с открытием уникального медучреждения в округе приехал глава Владимир Волков. Это очень серьезный проект. Все, что зависит от взаимодействия нашего внутреннего между вашими структурами и городским округом. Всем, что необходимо, мы будем оказывать максимальную поддержку. Лечебно-реабилитационный центр находится в Малаховке на улице Пушкина, 14. С помощью комплекса индивидуально разработанной программы специалисты центра помогут восстановить нарушенные функции организма и возможность полноценно участвовать в социальной жизни. Мария Антонова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.